Всем привет дорогие друзья, с вами Тинин. Сегодня мы поиграем в игру под названием Farming Simulator 2017 на карте Зеленая Долина. И наконец-то ребята, мы сделали мой трактор. Теперь я могу на нем работать, это очень меня сильно радует. Вот буквально его только что сполоснул, он уже подсох и можно уже ехать в работу. Сегодня мы будем культивировать мой огородик, точнее не культивировать, а дисковать. Так, давайте я вам покажу. Немножко освежим и чтобы уже потом что-то тут сеять. Так, ну что же, давайте будем уже садиться, сейчас будем ехать к местному фермеру. Я уже договорился, что возьму у него дисковую борону. Так, давайте садимся. Вот, сейчас будем заводиться и ехать. У него имеется такая, ну вот эта вот фермера, имеется дисковая борона, вот старая, ну маленькая она такая. И как раз под Т-40. Ну, будем сейчас как-то пробовать. Надеюсь, что она в рабочем состоянии. Я так понял, она у него довольно-таки давно стоит. Под, ну где-то там, под забором. И в принципе, ну возможно она даже не в рабочем состоянии. Так, ну будем смотреть. Надеюсь, что все отлично, поскольку я тут поспрашивал и в деревне мало у кого есть. А у кого есть, не хочет давать. Так, либо в нерабочем состоянии. Давайте как-то проезжаем тут. Так, сейчас я пойду спрошу, где, где же эта борона. Не буду глушить. Быстро спрошу. Так, ну в принципе все. Спросил, где она находится. Он сказал, где-то возле гусеничного трактора старого, ну заброшенного. Вроде бы, да, ребята, вот она. Так, тут все очень шумит. Надеюсь, меня слышно. Так, ну, да, но она в таком довольно-таки хорошем состоянии, свеженькая. Не очень уж такая она и старая, как он говорит. Еще даже диски не заржавели. Ну, возможно, это он так думал. Так, поехали. Вот так. Ребята, кстати, вот скоро уже буду, ну, ездить на работу к этому местному фермеру. Поскольку трактор уже я сделал. Ну, я и так на работу ездил, но из-за того, что трактор мой был сломан не так часто. Там, потому что не всегда был свободный трактор. Ну, я так работал, как на подмене. Не всегда были свободные трактора фермера. А вот на своем уже я буду постоянно ездить. Так, ну-ка. Давайте как-то будем сейчас аккуратненько это все дело культивировать. Точнее, это дисковать, ребята. Немного что-то путаю. Давайте как-то все полетели. Ну, с пробуксовочкой, да. Что-то тяжеловатое. Ну, еще такая земелька у нас довольно-таки мокрая. Возможно, вполне возможно и Саятола еще вот так едет. Так. Тут, ребята, уже кусты такие подзаросли. Можно было бы еще дальше распахать. Но тут прям, ребята, очень такой большой наклон. И... Как вам сказать? Тут, ну, прям много очень корней. Это все дело очень сложно будет выкорчевывать. Ну, пока что, ребята, вроде бы тут езжу. Ни на какой корень не наехал, так. Ну-ка. Ну, мне кажется, быстро мы это все задискуем. Кстати, ребята, уже я договорился, где я возьму сажалку и где возьму картошку, чтобы тут садить ее. Сидорович мне посоветовал, ну, одного человека, которого можно это все дело приобрести. Ну, сажалку я не буду покупать. Я просто куплю у него картошку на посадку. Поскольку он этим делом занимается. У него там много сортов. И, в принципе, все, ребята. Я уже договорился. Вот. Нужно осталось только тут задисковать. И уже можно все это дело садить. Так. Также, ребята, не забывайте ставить лайкосики и подписываться на мой канал. Ну, а также пишите комментарии. Я люблю их читать. Пишите как можно больше комментариев. И как можно длиннее. Ну, а также что-то оригинальное пишите так. Но тем временем мы уже почти половину огорода задисковали. Уже и трактор выпачкали. Ну, хорошо, что он немножко просох после того, как я его помыл. Поскольку, ну, вы сами понимаете, если бы трактор был мокрый и поехали мы на огород, то все, ребята, он как будто и не мыли его. Так. Ну, я его сполоснул из-за того, что, вы сами знаете, он был в болоте. Там и в салон попало, и на стекла. Ну, короче, нужно было сполоснуть его. Так. Ну, как-то так, ребята. Вроде бы уже и освежили. Конечно, было бы хорошо, если бы мы ходили не... Не как мы это... Спахивали. Ну, короче, в противоположную сторону. Ну, так бы на тракторе было бы вообще неудобно. На этом тракторе. Мы бы только себе сломали спину. Так. Ну, уже так, ребята, доходим. Хоть это и не совсем правильно. Хотя бы у нас так земля будет задискована. Ну, как-то так, ребята. Нужно будет еще вот эти вот кусты как-то повыкорчевывать. Ну, мне кажется, это нужно будет сделать. И потом уже тут насадить каких-то, ну, таких вот кустов съедобных. Там, малину, еще что-то такое. Так. Ну-ка. Вот, все, поехали. Ну, вроде бы, ребята, вот фермер говорит, что эта дисковая барана довольно-таки долго просто стояла там под забором. Ну, она, как вы видите, без всяких проблем справляется с этой вот работой. Давайте еще тут небольшой кусочек. Это меня очень радует, что мы без всяких проблем справились. А то я думал, что она прям, ну, реально в убитом состоянии, что диски уже там заржавели. Она уже не крутится вообще. Пришлось бы ее очищать немножко. Ну, так вот все хорошо получилось, так. Ну, в принципе, все у нас тут огородик готов. Можно эту дисковую барану отдавать фермеру. Давайте ее перед этим сполоснем немножко. Ну, как вы и брали, такую и отдадим, так. А то будет немножко несправедливо. Так, давайте быстренько сполоснем ее. Трактор мыть не буду, потом уже как заеду, помою. А, возможно, ну, и вообще не буду его мыть, поскольку мы только колес замазали немножко. Все. Так. Ну, поехали. Так, давненько я, кстати, на своем тракторе не ездил, поскольку, сами вы знаете, он у меня был сломан. Ну, вот, наконец-то мы его справили. Ничего там, ребята, такого критичного не было. Быстренько его разобрали, заменили пару деталек и собрали. Так. Ну-ка. Всего лишь-то пару вечеров выделили на вот это вот дело. Блин, Гадеша, вот очень хорошо, что мне дали вот эту дисковую барану. Потому что, ну, реально, в селе, в кого не спросишь, у того сломано, у того сейчас в работе, у того только через неделю освободится. Дисковая барана, а у того вообще она, ну, у того вообще она сломана. Так, ребята. Сейчас я буду ехать уже, наверное, домой. Либо давайте я заеду, скажу, что я уже, ну, привез эту барану, чтобы там никто не нервничал за нее. Так, ну-ка, давайте заходим. Так, в принципе, все. Я сказал, что я уже привез барану, сполоснул ее, чтобы она была чистенькая. Он говорит, это было не совсем важно, поскольку этой бараной, эта барана, получается, уже как списана у них. Ну, они уже не пользуются. Возможно, он ее продавать будет. Ну, если такая цена будет хорошая, то, возможно, я ее куплю так. Так, ну, почему бы и нет, если барана продается, чтобы вот не просить соседей. Потому что что-то я вот, ребята, постоянно что-то прошу соседей своих. Так, ну-ка, давайте как-то его поставим тут, поскольку у нас уже тут газончик, чтобы он тут не мешался, так. Давайте как-то, наверное, сюда заедем. Вот, чтобы тут не мешал. Так, ну, наверное, ребята, нужно будет сюда ворота ставить, поскольку вот был такой случай. Я заметил, что тут у меня кто-то пытался слить соляру. Хорошо, что я это заметил. Ну, это был какой-то алкаш, его быстренько нагнал. И, в принципе, все, ребята. Нужно будет по-любому ставить сюда ворота. И, мне кажется, будет намного лучше выпускать собаку, например, чтобы она тут бегала. Ну, что ж, ребята, думаю, что буду на этом с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok